Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. Сегодня мы рассмотрим такой вопрос. А разве Бог сущий только на небесах? И мы сравним два текста. Это Евангелие от Матфея 6, 9 и текст книга пророка Иеремия, 23 глава, 24 стих. Сначала прочитаем текст из Евангелия от Матфея. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, досветится имя Твое». Надо сказать сразу, что согласно христианской традиции, раньше и теперь небом называется весь мир и вся Вселенная, кроме планеты Земля. Или под небом имеется в виду мир невидимый по сравнению с миром видимым, сугубо земным. И другой текст, который как бы в неком таком противоречии. Иеремия, 23 глава, 23 и 24. «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь? Внимание! Не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь?» И сразу возникает вопрос, почему же в главной христианской молитве говорится о Боге, что Он сущий на небесах, в то время как у пророка Иеремии Господь говорит «Не наполняю ли я небо и землю?» Тем более наш Господь Иисус Христос, покидая эту землю, Он сказал «Сея с вами во все дни до скончания века, и еще где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди». В чем же тогда загвоздка этой проблемы? Когда в молитве Господней мы читаем слова, что Он есть сущий на небесах, это надо понимать следующим образом. Бог бесконечно превознесен над всем своим творением. Имеются в виду все наши знания о Боге, которые не могут исчерпать Его величие. А Бог, как вездесущий, действительно присутствует и на небе, и на земле, и в преисподней ада, и наполняет собою рай сладости. И смотрите, что говорится в Священном Писании о том, что Бог бесконечно превознесен над всем творением. Это книга-притч, 23 глава, 26 стих. «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои донаблюдают пути мои». Это говорится о взаимоотношении между отцом и сыном. Но отец как бы говорит, чтобы тебе понять мои пути, ты должен иметь мое сердце, ты должен иметь как бы мои глаза. И вот нечто подобное у пророка Исаии, 55 глава, 8-9 стих, где Господь говорит, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», – говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». То есть действительно Господь бесконечно превознесен над всеми нашими рассуждениями и помыслами о Его величии. Но при всем при этом Бог хочет воцариться в наших сердцах. «Так же, как Он воцарился на небе». И в этой же молитве Господней мы находим такие слова. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». И часто я задаю вопрос по поводу этого стиха, как на небе. На небе абсолютная власть Бога. И Господь хочет, чтобы такой же порядок обнаружился в жизни каждого из нас. И впервые размежевание между небом и землею происходит тогда, когда Бог отделяет добрых ангелов от злых ангелов. Об этом говорится в первой главе книги Патия, 4 стих. «И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». И вот почти во всех лицевых Библиях как раз на этот текст мы видим иллюстрацию, вот сейчас вы ее наблюдаете, где ангелы Божии, силы Божии, они отделяют добрых ангелов от злых. В Священном Писании есть много удивительных проекций того, что происходило, и как это будет происходить дальше, и чем все это окончится. Но в любом случае, когда мы читаем молитву Господню, молитву Отче наш, и произносим вот эти слова, что Бог сущий на небесах, и выражаем желание досветиться имя Твое, мы говорим, что Он, этими словами мы говорим о Нем, что Он действительно бесконечно превознесен над всем творением. Но величие христианского Бога и заключается в том, что, управляя бесконечными величинами, Господь знает, какие в сердце наше сомнения, колебания, какие у нас проблемы с соседями, с домашними, какие у нас проблемы на работе. В этом величие христианского Бога, который нас ради человек соделался человеком, как Павел пишет, подобным нам во всем, кроме греха. Причем, Павел пишет, был искушен во всем, кроме греха, «И даже сошел в ад и облистал ад в сиянии божества». Это значит, что Господь силен сойти в ад Твоей и моей души и облистать сиянием божества. И Господь это делает всякий раз, когда мы имеем возможность причащаться Его телу и крови. И Его присутствие попаляет терния наших прегрешений. И причащаемся мы в оставлении грехов и в жизнь вечную. Как важно об этом помнить и этого не забывать. Подписывайтесь на библейский портал «Экзагет», чтобы вовремя получать информацию о наших новых беседах, которые произносят разные священники и миряне на нашем портале. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok